Приветствую вас, уважаемые наши радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Встречи в студии». И сегодня у нас очень интересный гость, который расскажет о своей деятельности миссионерства, миссианский еврей Игорь Багиров. Игорь, приветствуем тебя в нашей студии. Может быть, я вот как-то неправильно выразился. Вот, ну, расскажи немножко о себе, свою автобиографию. Родился, крестился, женился. Приветствую вас, дорогие братья и сёстры. Мы также говорим шалом, мир вам. Также хотим поздравить, пользуясь случаем, с новым 577 годом. 577? 777. По еврейскому летоисчислению, но они исчисляются с создания Адама, как религиозно-еврейская традиция учит, с мироздания. Правда, правда, также считается, что несколько сот лет евреи как бы и не записали. Ну, вот, 5777 лет, это от какой даты идёт исчисление? Вот скажи нашим слушателям. Создание Адама считается. Адама или вот, как бы, мироздание, вот именно... Ну, я сказал мироздание, но всё же считается создание Адама, как бы, скажем, человеческого рода. Потому что понятно, что мироздание намного больше, чем, я в это верю, чем 5777. Плюс, как я уже сказал, еврейская традиция вынесла, как бы, убрала несколько сот лет, которые они считают, что, в принципе, плюс должно быть, но они по некоторым причинам, они убрали. То есть мы очень близко к 6000 году, очень близко. Ну, вот, значение три семёрки, 5777, вот что-то это значит в иудейской традиции? Некоторые верят, что вот как шесть дней, седьмой день, это шеббат, да, покоя, то же самое, как тысячелетнее царствие, как мы верим Иисусу Христа. То есть считают, некоторые считают, что вот 6000 будет, и Господь придёт. Но я говорю, как люди считают, сказано, никто не знает. Писание так говорит, правда. Поэтому надо оставаться верными каждый день и быть готовыми к встрече с Господом, или когда Он вернётся, или если Господь отзовёт нас, правда, то есть встреча с ним. Ну, давай об этом немножко попозже поговорим, а сейчас вначале расскажи о себе. Я сам родом из Грузии, я из еврейско-мусульманской семьи. И как есть, многие удивляются, как такое может быть еврейско-мусульманская семья. Ну, у меня мама еврейка была, папа у меня мусульманин, Россия как мусульманин. Несмотря на то, что мой папа не был религиозным мусульманином, но мы справляли все мусульманские праздники. Мы долгое время не знали, что наша мама еврейка. Почему? Потому что многие семьи, они боялись просто антисемитизма. Он был, даже в Грузии он был. Может быть, не в такой степени, как, допустим, в России или на Украине. Но он всё же был и в Грузии. Поэтому наши семьи решили скрыть еврейское происхождение нашей мамы, но мы узнали. Когда я узнал, я очень сильно горевал. Почему? Потому что сам слышал очень много антисемитских высказываний. Но фамилия всё-таки у тебя Багиров. Ну, вот это папа, это азербайджанская фамилия. Да, но по-моему русская такая, офф, идёт всё-таки азербайджанская. Везде добавляли, если посмотрите, даже многие фамилии, хоть в Узбекистане, хоть в Таджикистане, хоть в Азербайджане. Но мой папа, он был более грузинский, скажем, разговаривал на грузинском языке. То есть мы из Билиси, то есть у него было более такого грузина, такого направления. Да, но, как сказал, узнали, что мама еврейка, горевал, даже плакал, помню, потому что слышал очень много антисемитских высказываний, что евреи такие, такие. Но потом успокоился, и прошло несколько лет, моя мама умерла, я переехал в Россию. Моя мама была Кариновой Ленинградской, я поступил в Ленинградский университет, потом по некоторыми причинами я перевёлся в город Ростов. И вот в Ростове продолжил обучение в университете, учился на философском факультете, отделении политологии, встретил свою будущую жену Татьяну, женился. Таня тоже училась на философском факультете, потом её взяли на кафедру, она преподавала в Ростовском государстве университета. Но у нас потом была дилемма, это был 93-й год, очень сложное время в России. Что делать? Либо оставаться в России, в принципе, карьера у Тани была неплохой, но, опять-таки, Господа, конечно, мы не знали. Я родился в неверующей семье, хоть я и сказал, что папа как бы мусульманин, но понятно, что если нет Христа, нет и веры, потому что Христос есть единственный по спасению, и он есть Господь, и не может быть другого. Поэтому мы всё же решили эмигрировать в Израиль. Мама еврейка по еврейскому закону, я еврей, это галахар, религиозный закон, по матери считается. И мы приехали в Израиль. Прожили там три года. В Израиле и ульпан, и изучение еврита, и работа. Да, ну, конечно, жизнь наша не изменялась. Почему? Потому что я жил во грехах, Господа я не знал. Таня, она не еврейка, она русская. Ну, очень много людей считают, что если они русские, поляки, итальянцы, то они автоматически христиане. И считают себя, что вот они из христианских народностей. Но христианских народностей нет. Мы все рождаемся во грехах. И нам персонально нужно встретиться с Иисусом и изменить свою жизнь. Мы нужны раздиться свыше. Но это дар Божь. Ну, и вот как ты все-таки пришел к Богу, знаешь, вот из неверующей семьи Израиль, да, земля обетованная. Здесь традиции еврейские в большем части почитаются. О, я себя считал иудеем, знаешь. Хоть я вообще, Господи, как бы я в Израиле, но еврей-еврей. Сказал, иудеем не совсем правильно, но вот мы в Израиле, я еврей, и все. Этим сейчас сказано. Не, ну, все равно, смотри, традиции, да, еврейские. И вот ты шакнулся вот в эту, знаешь, жизнь израильскую, да. Здесь же и ортодоксальные евреи такие красавцы ходят, знаешь, там. И вот сама земля такая особенная. И все, по сути, вот религии вот пересекаются в этом местности. Почему, каким образом вообще христианство вот на тебя повлияло, воздействовало, что ты пришел вот именно в христианство? Немножко повторюсь, начну с того, что то, что мы знаем, это естественно, Христос есть единственный путь спасения. Ну, к этому надо дойти, знаешь. Да, конечно. Но здесь я верю только в эту милость Божия. Просто я верю, что человек сам уверовать не может. Вера от Бога, так сказано. То есть это благодать Божия. Покаяние – это дар Божия. Дар Божия. Но, конечно же, Господь дает эту благодать, что мы начали размышлять. И я стал размышлять о своей жизни. Хотя Татьяна, она была первой, кто встретилась с христианами в Израиле. Я был очень против ее контакта с христианами в Израиле. Почему? Потому что я сам изучал историю, я много что как бы просчитывал. И для меня Иисус Христос всегда был личностью. То есть это как имя, фамилия. Вот меня зовут Игорь Багиров. Я считал, что Иисус – это имя, Христос – это фамилия. Но он был тот, который всегда вдохновлял группы людей преследовать евреев, преследовать других. Мне, конечно, не понравилось, когда моя жена пришла. Хоть она как бы говорила на русской, с православия, как-то я слышал раньше, но мне не понравилось, что она стала общаться с христианами. И как бы я закрыл, как бы я запретил и остановил ее общение с евангельскими, кстати, евангельскими, не мессианскими евреями, а Израиль. Потому что это тоже большая разница с евангельскими, христианами – Израиль. Но всегда, всей своей жизни я мечтал об Америке. Я хотел здесь жить. Опять-таки, для меня Америка была страна-мечта, страна-рай. Я очень любил американскую музыку, смотреть американские фильмы. И через три года жизни в Израиле мы… Я так сказал своей жизни. Татьяне, давай, может быть, мы переедем в Америку, и, может быть, что-то в Америке изменится в нашей персональной жизни. Но в Америку мы попасть не смогли, но мы попали в Канаду. И вот в Канаде, в Канаде, в Монреале, я встретился с христианской семьей в школе по изучению французского языка, потому что мы переехали в Монреале. И они стали нам свидетельствовать. Это была наполовину украинско-еврейская семья. Они были из Баптистской церкви. Это славянская Баптистская церковь в Монреале. Но семья настолько отличалась от других семей, которые мы знали, от моей семьи, что они меня очень сильно заинтересовали. Очень сильно заинтересовали. Но произошёл ещё один случай. До того, когда я стал размышлять о своей жизни, о назначении, просто у меня было очень много вопросов, у меня не было ответов. И я видел, что я живу как бы с позиции просто как человека, что неправильно. Я делаю какие-то вещи, да, они мне нравятся, но совесть как-то меня мучила чисто по-человечески. И был праздник Пасхи. И так как Татьяна говорила о православии, о празднике Пасхи, я не знаю, почему я решил пойти в православную церковь. И там, когда я зашёл, я увидел очередь, которая встала в комнатке, и мне сказали, что там батюшка, который грехи отпускает, прощает. Ну, грех, когда ты делаешь что-то плохое, если чувствуешь какую-то вину, расскажи батюшке, он простит тебе легче станет. Я встал в эту очередь, дошла очередь до меня, выходит православный священник, спрашивает, почему я пришёл. Я говорю, плохо мне батюшку, вот и пришёл. А он спрашивает, читали ли я когда-нибудь Слово Божие. Я сейчас, как сейчас помню, я говорю, а это что такое? Он говорит, Библию читал. Я говорю, нет, хочешь? Я говорю, хочу, и он мне дал. Я возвращаюсь домой, мы снимали Апартмен и Монреале, я ложусь на пол, я начинаю читать. И вот прошло некоторое время, небольшое. И вот мы поступаем в школу по изучению французского языка, там встречаемся с этой семьёй, которая продолжает нам свидетельствовать об Иисусе. Но это было время, когда я читал Библию. Но я начал с Ветхого Завета, то есть о Боге. Мне просто стало интересно, вот Бог, кто Он? Кто Он? Тот, который создан небеса и землю. И вот эта семья, которая очень сильно отличалась, и стала свидетельствовать об Иисусе, что Он есть в Мессии Израиля, что вот наше предназначение, как бы, и суть в том, что человек рождается во грехах, нам нужно прощение, потому что жизнь, она продолжается в плане, что человек предстанет пред Господом на суд и наказание за грех смерти. Конечно, они не всё сразу, то есть это прошло некоторое время. Но мне больше всего, как бы, тронуло их жизнь, то есть они вели себя по-другому, разговаривали по-другому. И когда всё же они пригласили меня посетить их церковь, послушать там проповедь, я услышал баптистская церковь, потому что я всегда считал, что есть только две церкви на земле. Это православная и католическая, ну, мечети и синагога, да, это то, что надо. Но я решил пойти, мне стало просто интересно. И когда я пришёл в первое же служение, немного людей было, может, человек 20, может, чуть больше, просто открывают песни и начинают петь. Вот песни, которые сегодня называются старыми, неуангельскими песнями. Я их никогда старыми не называл и не буду называть. Они называются песни Возрождения, по-моему. Да, я понимаю, это живые песни. То есть есть, говорят, старые песни, есть современные песни. А, ну да. Я это имею в виду. То есть, да, совершенно верно, именно песни Возрождения, евангельский гимн. И когда стали петь о Божьей любви, прощении, пролитой крови, я почувствовал, что что-то стало происходить, я стал просто плакать. Это не были эмоции. Потому что я действительно прочувствовал, ну, может, даже физическое какое-то прикосновение. Я не знаю, как это объяснить. Я не хочу, как бы, говорить вот так и что-то, но я действительно прочувствовал так, до глубины души, как будто мне кто-то дотронулся до сердца моего. Особенно, когда пели. Это один из моих любимых гимнов. Бог мой, храни меня. Бог мой, храни. Дорой, что прожил я. Краткие дни. Да. Закончил служение, познакомился с людьми. Они мне просто понравились. Я решил прийти уже в следующий воскресенье, но уже утром, потому что я пришел на вечеринь, служение в воскресенье. Было, конечно, больше людей. И как-то я стал наблюдать за ними, я стал прислушиваться к Слову Божьему. И, повторяю, я читал Библию. И начал читать, и продолжал. Но я стал посещать церковь. И мне как-то, ну, я не знаю, мне почему-то хотелось начать посещать именно эту церковь. Особенно, когда я стал слышать молитвы, и вдруг молятся за Израиль. Благословляют Израиль люди, которые к еврейскому народу никакого отношения вроде не имеют. И много свидетельствуют о том, что через израильский народ от Господа благословлены все народы земли в Иисусе Христе, которые есть Мессия и Спаситель. Не только для еврейского народа, так же для всех людей. Я просто решил больше углубиться в Библию, начать изучать ее с братьями. И, конечно, прошло немало времени, но Бог дал мне милость. Бог дал мне благодать, чтобы я через присмыслово Господню смог увидеть в себя грешника. И свою нужду в Господе Иисусе, потому что Он есть Господь. И Он Тот, Который понес и мое наказание, и мои грехи. Который умер из-за меня, и Который воскрес так же и для меня, для моего оправдания. Я уверовал в Господь. Опять-таки, это была Божья милость, Божья благодать. Благодаря Богу был с мою семью, моя жена покаялась тоже. Но после того, но это прошло время больше, чем год, с момента того, как я посетил в первый раз эту церковь. И мы выиграли Гринкарту. И вот 20 лет назад, почти 20 лет назад, мы переехали в Кливленд, штат Ухайо. Уже 16 лет мы в служении, о миссионерском служении здесь, в Америке и в Канаде. Среди еврейского народа, но не только среди еврейского народа, но и среди всех людей. Потому что это мое благословение, зная тем более, для какой цели Бог избрал израильский народ. Что Он стал светом для всех народов Земли. Игорь, я, знаешь, все время думал так, что для евреев Бог выделяет особое время для того, чтобы евреи пришли к Нему. И вот все-таки желание сегодня говорить своему народу, я считаю, что это правильно. Евреям говорить именно должен еврей, который из этого народа. Часто наши люди, которые едут евангелизировать евреев, они очень бывают наивные и, соответственно, не могут разговаривать на том уровне интеллекта, который требуется для разговора, для общения с евреями. Потому что в основном люди образованные, имеющие образование достаточно подкованные, много начитанные, знающие очень много литературы различной. И если человек начинает говорить о Боге и в каких-то моментах не знает каких-то исторических фактов, которыми еврейский народ подкован замечательно хорошо, то просто эти люди попадают в такой вот ситуации, когда на них смотрится ирония со стороны евреев. Вот ты, когда общаешься с евреями, как ты достигаешь их сердец того, чтобы они пришли ко Христу? Потому что сегодня это действительно нужно понимать, как коснуться, чтобы Слово Божье коснулось, заинтересовало, как тебя заинтересовало. Вот заинтересовало евреев, тем более, что сегодня очень популярны традиции в еврействе, когда именно традиции, даже если ты не веришь, но традиции должны еврейские выполнять. Вот всё-таки как ты достигаешь этих сердец? Соглашаюсь с вами в большей части, но не совсем. Дело в том, что евреям проповедовать может любой верующий человек. То есть это мы должны делать обязательно, конечно, учитывать многие факторы, мы обязаны знать еврейскую историю, допустим, понимать отношение еврейского народа вообще к Иисусу, использовать даже еврейские термины, еврейские слова, имена, да, это всё, это нужно иметь мудрость, просить Бога о мудрости, конечно, конечно. Просто я хочу сказать, что не только евреи верующие должны проповедовать евреям, но любой христианин, рождённый свыше. Во-первых, я верю, должно быть в сердце просто любого христианин, просто желание делиться доброй вещью. Не всем Бог сказал идите на улицу, оставьте свою работу, занимайтесь благоустием, но в нашем сердце, как верующих людей, должно быть это желание всегда поделиться хотя бы несколькими словами с людьми, которых мы встречаем в Макдональдсе или в китайском буфете, когда плачем платную дорогу, в магазине покупаем хлеб. То есть это должно быть, почему? Потому что опять-таки жизнь настолько кратка, кратковременная, нет Христа, нет надежды, всё, человек погиб навсегда, это не мой суд, так говорит Писание. А если возьмём еврейский народ, я всегда об этом говорю, евреи не лучше и не хуже других народностей, но Бог избрал этот народ. Почему? Потому что Бог так решил. Этот народ благословен, почему? Потому что через него пришёл Спаситель и благословил всех нас, и поляков, и русских, и французов, кого угодно, что мы стали одним, одним новым народом во Христе, Господи нашим. Но этот народ, Бог его избрал. Римлянам 1,16 говорит так, ибо я не слыжусь благовестное Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, а также елен. Я верю, что это должно быть прерогативой для любого верующего человека, рождённого свыше, для любой церкви. Помните это определение Римлянам 1,16. Возвращать Слово Господне назад в первую очередь, опять-таки повторюсь, в первую очередь еврейскому народу. Я понимаю, что многие со мной могут не согласиться, и я не выделяю еврейский народ. Все согрешили, что на Слава Божию. Но от них Слово Божие к нам и благословило нас. И возвращая Слово Божие назад еврейскому народу, мы просто исполняем Божий порядок, тем более пророчеств. И Писание об этом сказано. Ну вот я с тобой согласен, Игорь, да. Но опять же, я знаю отношение неверующих евреев к христианам. Именно раввины, как преподают, допустим, то, что иудейские традиции, иудейская религиозность – это хорошо, а христианство – это плохо. Почему? Потому что один из нас, такой же еврей, как мы, придумал эту религию. Имя его было Христос. И, конечно же, он был очень умный, философ того времени, и он замечательно эту религию протолкнул в народ, и она до сих пор жива эта религия, как христианство. Поэтому раввины всё время объясняют, что это просто такая хитрая еврейская история, когда один из евреев просто решил этим воспользоваться. Вот как ты объясняешь этому, или объяснил бы этому раввину, этим людям, которые именно считают, что исторически, да, мы не отвергаем Христа, но это был один из таких хитрых мудрецов, умных мудрецов, который придумал целую религию. Я вам ещё другое скажу. А вот разного рода антиземиты, наоборот, говорят, что евреям не удалось захватить этот мир, поэтому они придумали Иисуса, что уже через другой путь через Иисус захватит мир. Но я хочу сказать так. Мы встречаем много евреев, много ортодоксов, много раввинов, много израильтян здесь, в Америке и в Канаде. И я говорю, как оно есть. 99.9% отвергает. Могут плюнуть мне в лицо и плюют. Угрожает даже здесь. Да, это всё есть. Считают меня предателем, считают меня, что я просто не хочу говорить. По-разному идёт разговор. То есть очень тяжело, очень тяжело. Но моя цель засвидетельствовать им, помолиться за них, я должен им сказать о том, что Ишуа или Иисус, как мы называем его Ишуа, есть Господь. Есть Господь, тем более в Писании всё сказано о Нём, тем более в Ветхом Завете. Какие твои аргументы? Какие твои аргументы, что именно Христос, вот именно тот мессия, которого ждали евреи, а не тот, которого они сейчас ожидают? Пророчество. Мы идём через пророчество, мы идём через праздники, скажем, если это касается еврейских народов, если касается, допустим, ортодоксальных евреев, раввинов, понятно, они знают Ветхий Завет или Танах. То есть мы стараемся вызвать их на беседу, чтобы просмотреть некоторые пророчества. Понятно, что если человек слеп, он даже явное пророчество о Господе постарается обосновать или комментировать так, как он научен, через иудейскую традицию. То, что иудейская традиция, вот вы сказали, что евреи, некоторые даже говорят, что Иисус пророк, но не Господь евреев. Но скажу, что, если даже возьмём в долму, то есть о Господе, то есть с ненавистью, я еврей, я говорю, как оно есть, с ненавистью, учение раввинское, Господи, скажем, ортодоксальной части, ненависть к Иисусу Христу. Я понимаю, ослеплены, но оно так, оно и есть, к сожалению, оно есть. То есть трагедия, которая произошла в еврейском народе, она уже продолжается, не только чуть больше, чем 2000 лет, это ещё до этого, до того, как Христос пришёл. То есть Израиль или иудей, как народ, отступил от Господа. С самого начала мы видим, мы читаем в Священном Писании, это отступление от века к веку сотни лет, оно простиралось всё в большей и большей степени. Были времена, когда и были цари, открывали свои сердца для Господа, но в основном, как масса, еврейский народ отходил, это столетиями продолжалось. И вот пик-пик, когда Господь послал своего сына идти народу. Ну и тоже этот пик... В первую очередь для еврейского народа, кстати, это тоже так. Игорь, ну вот смотри, опять же, да, казалось бы, да, вот история евреев о том, что вот это избранный народ, да. Бог... Это так, да. Бог практически в истории евреев всё время видимый был Бог. Всё время охранял, и даже сегодня мы видим вот такие моменты, да, это вот та же самая шестидневная война. Я просто поражаюсь, да. За шесть дней все арабские государства ополчились на маленькое государство, Израиль, и за шесть дней это маленькое, малипусинкое государство победило вот эти государства, которые были вооружены в десятки раз больше, и состав их, и численность, и всё было в десятки раз больше. И в то же время, опять же, евреи не видят этого, да. Да и другое, вот другой момент, да, я хочу сказать, что вот знаешь, вот этот момент, да, когда вот евреи всё время говорят, что нас христиане не любили, нас христиане всё время преследовали, да, нас христиане всё время, вот где-то так вот антисемизм, всё это среди христиан, среди вот и так далее. И в то же время вот эти слова, которые были, когда Христа распинали, «Распни его, ибо грех его на нас и на детях наших». Кровь его на нас и на детях наших. Да, кровь его, да, да, да. Вот, и вот, казалось бы, вот как это всё можно, знаешь, согласовать и объяснить? Смотрите, евреи видят, вот, вообще, кто-то сказал, что докажите, что есть в Господе. И ответ был такой, исследуйте историю еврейского народа. То есть, везде, всегда, да, в руки Господней. Евреи это видят, даже рта души, говорят, что Бог нам помогал. Всех воинов, конечно, не понимают, что невозможно было справиться в этих всех войнах. Но они не хотят видеть Иисуса. То есть, слепота, то есть, покрывало, это, как написано, покрывало, занимается только Христом. То есть, они вроде говорят, да, вот это Бог, да, с нами Бог. Но вот именно к Христу они прийти вот не могут, не могут. Дело в том, что я хочу сказать, что, да, Господь займётся своим народом, он занимается. То есть, для меня Израиль есть Израиль, церковь есть церковь. Я никогда не принимал и не приму, потому что это не библейское учение, когда говорят, что церковь заменила Израиль. Это не библейское учение. Я нигде в Писании не вижу, что оно так оно есть. Израиль есть Израиль, как блудный сын на сегодняшний день. Церковь есть церковь, куда входят все народности. И евреи, и не евреи. А Израиль есть Израиль, он не верующий сейчас. Это просто термины, понятия термина. Имеющий сына Божий, имеет жизнь вечную, не имеющий, не имеет. И гнев Божий, сказано, пребывает на нем. Поэтому человек может быть десятикратным евреем, но если нет Иисуса Христа, все напрасно. Как народ, когда Господь будет великой скорбь Якова, остаток спасется. То есть Бог будет великую скорбь судить страшно свой народ Израиль. И да, в принципе, понятно, народ слепой, но все равно проповедовать и евреям, и не евреям, в данном случае мы говорим о евреях, необходимо. Почему? Потому что в нашем практике служения каются евреи, каются. В нашей небольшой маленькой церкви, и было больше людей, в основном из еврейского народа, все они с улицы пришли, все они, которым Господь дал дар покаяния. Если даже один человек, неважно, еврей или еврей, покается, уже не напрасно. Потому что цена души есть, у нее есть цена души, это жизнь Господа нашего, он умер за наш, это его кровь. Но наказание Израиль, конечно, несет. И вот эти слова, которые вы просидировали, ну так оно и есть. Кровь его на нас и на детях наших, это так. Но я хочу сказать, что ни один народ не имеет права судить Израиля. Это Господь и народ, и Господь только имеет право его судить. Но здесь мы видим и наказание, в принципе, и пророчество сказано. То есть будете просыпаться и желать поскорее, что пришла бы ночь. Будете убегать, хотя за вами никто гнаться не будет. То есть то, что Израиль как народ сделал, он сделал. Но с другой стороны, если бы вместо Израиля был польский народ, или был бы итальянский народ. Человек есть человек, сущен греха есть сущен греха. То есть то же самое поступили. Но то, что именно Израиль это сделал, он несет наказание от Бога. Это действительно так. Все, что мы видим в истории еврейского народа, это часть того, что был отвергнут Сын Господний. Но только Бог имеет право его наказать. Но почему евреи не принимают этого? Понимаешь, они говорят, что это не был тот мессия, которого мы ждем. Мы ждем другого мессия. Да, они ждут и примут, но это будет лже-мессия, понятно, антихрист. Смотри, да, казалось бы, почему такое непонимание того, что тот мессий, который был распят, и которого вы, допустим... Я не говорю, что это евреи, по сути, это человечество, можно так оговориться. Сказать, что часто люди говорят, что это евреи, поэтому они... По сути, если бы я был там, ты был бы, любой бы из нас был бы там, мы тоже самое так же. Лучше бы сказали, понимаешь, мы были бы тоже вовлечены... Но это произошло через еврейский народ. Но это произошло, да, к сожалению, да. Вот, как говорится, не в то время кто-то был там, и вот именно это оказались евреи. Это оказались евреи. И вот видно, что это вот еврейский народ вот в протяжении вот всей действительно истории, да, вот такое терпит бедствие, такое ужасное страдание, когда действительно вот Великая Отечественная война, да. А сколько ещё было до того, а сколько после было вот этих вот страданий, да. И всё время они говорят, ну где же тот Бог, который, вот вы говорите, Он есть, как же Он не придёт и не спасёт, и не придёт сострадая вот этим детям, которые вот горели в этих печах. Но здесь есть одна очень важная деталь. Бог избрал Израиль для определённой цели, чтобы семье женщины пришло, а не оно пришло. Поэтому дьявол делал всё возможное и делает для того, чтобы этого народа не было, чтобы те пророчи, которые ещё остались, не совершились. Дело в том, что мы должны это понимать. И сегодня дьявол мстит еврейскому народу также за то, что победа была совершена также через еврейский народ на Голгофском кресте. Потому что Иисус родился, а Мирием или Мария, еврейская женщина, дала Ему плоть. Да, и по плоти Иисус, Он был евреем, Он соблюдал всё, что было сказано в Священном Писании, Он полностью вёл жизнь, как иудей, религиозный иудей, но Он Господь. Поэтому мы видим в истории, предприняясь всякие попытки дьявола, чтобы уничтожить этот народ. Потому что если не будет Израиля, как Божье пророчество сбудется? И, кстати, последнее, одно из последних пророчеств, когда Иисус плакал об Иерусалиме, Он сказал такие слова. «И вы не увидите Меня такого, не воскликните, благословен гряды во имя Господи». «Блуха баба щема дунай», так мы и говорим на евреях. А это значит, что только тогда, когда евреи покаяются, Христос возвратится для восстановления своего правления на этой земле. Поэтому дьявол попытается сделать ещё одну попытку, и он это сделал, Писание потом говорит, чтобы уничтожить этот народ. Но Бог, Он царствует, и Он всё контролирует. И Господь, конечно, использует это для того, чтобы и очищать свой народ, и привести его, в данном случае я говорю об остатке, который спасёт. То есть все, которые останутся в живых на то время, после Великого Суда, они все уверуют, как нация, как народ, они все уверуют в Господа Иисуса Христа. Я верю в тысячелетнее царство, и в тысячу лет физически здесь, на земле, когда евреи станут настоящими вереями и будут идти по всему миру, проповедовать о Великом Царе, который будет править из Иерусалима. Но суть в другом, что да, слепота на народе, не видят, не хотят, плюс, я понимаю, что не оправдаясь этим, мы также знаем о лжехристианстве. Сколько людей, это и истории вошло в христианство по политическим соображениям, и дьявол тоже использовал, одевая маски, как написано, принимая эти виды ангела света, чтобы преследовать, убивать, с именем Иисуса Христа убивались, миллионы евреев были убиты, и не только евреи. С именем Иисуса Христа, с крестиками, с цепочками, с крестиками. Я просто хочу сказать, что сколько погромов, понимаете, любой человек, не только евреев, смотрит, о, с именем Иисуса. Если мусульмане, когда мы им проповедуем, говорят, вот, пришли молодые девушки в коротких юбках, говорят, что они христианки. Какие христианки? Я не хочу такого Бога. Если он разрешает этим 14-летним девчонкам так ходить, что мне ему, как мне я должен был ему объяснить? Я только сказал ему одну вещь. Вот есть в Писании, читайте их. Любой человек может называть себя кем угодно, но это не значит, нужно проверять. Как сказано, по плодам узнаете их? То есть тяжело евреям объяснить, потому что есть еще история, это правда. Но только Господь по милости может открыть сердце и дать веру. Поэтому наша цель. Я не отвечаю за спасение людей, я никого не могу спасти. Но отвечаю, как христианин, чтобы в точности передать слово благодать и все же молиться. Как когда-то кто-то молился за меня, и милость Божия коснулась меня. Я знаю, что Господь достается в милости спасти любого человека. Поэтому мы проповедуем Евангелие, и Израиль для нас опять-таки, я не хочу, не потому что моя мама еврейка, не потому что я хочу возвеличить этот народ, но для нас это очень важно. Почему? Чтобы остаться благодарным, как христианин Богу, потому что именно через Израиль я благословен. Я благословен, моя семья, именно через этот народ от Бога, потому что этот народ от Господа дал нам Спасителя. Поэтому и я хочу проповедовать Евангелие. И хоть это очень тяжело, но я всегда, когда я очень много проповедую, у нас более 150 служений в разных церквях в течение года, и очень много американских церквей, я в китайских проповедую, в румынских проповедующих церквях, евангельских церквях. Поэтому это мой месседж, напоминание. Одно в Господе разницы нет, но не забывайте об этом народе. Христос есть единственное спасение, никто не увидит жизни без него. Да, тяжело проповедовать этому народу, но всё же, если не мы, то кто? Люди должны услышать истину. Люди должны, никто не встанет перед Богом по прошествии земного пути, отрезка жизни, и скажет, мы не слышали. Не слышали. Ну, все должны услышать. Все, евреи тоже. Ну, смотри, сегодня как бы мессианские евреи, они немножко всё-таки отличаются от христиан, традиционных сегодня. И вот это различие, более того, иногда такое ощущение, что мессианские евреи хотят превознести свою культуру в традиционное христианство, сегодняшние обычные церкви, и это не всем нравится, потому что как бы насаждается, может быть, в какой-то степени так сказать, вот именно традиции еврейские, которые христианами не празднуются, скажем так, какие-то праздники, которые, ну, отмечаются Евангелием, но они не празднуются, да. И вот здесь вот разночтения появляются, да. Вот мы, христиане, мы будем праздновать так, как мы считаем нужным. Вот есть Рождество, будем праздновать Рождество, есть Пасха, будем праздновать Пасху, остальные праздники нас не касаются. Вот твоё отношение к этому? Отвечу так, как сказано, кто празднует, для Господа празднует, кто не празднует, для Господа не празднует. Да я хочу эту тему, хорошо, что вы ее затронули. Это очень важная тема на сегодняшний день. Почему? Потому что это большая беда мессианского, скажем, движения. Я тоже мессианский еврей, у нас субботу служение. Мы празднуем все праздники, потому что они библейские, они Господние, они указывают себя на Христа, это пророческие праздники. Но наводнять, как бы наводнить или требовать, или составлять кого-то, у меня никогда не было этого в сердце. То есть, если не надо, Господь откроет сам. То есть, если меня спросят, я скажу, как я понимаю. Но проблема здесь в чем? То, что мессианские общины, к сожалению, отделили себя от тела церкви. Это большая проблема. Это не может быть так, это неправильно. Мы одно тело, мы церковь. Многие мессианские общины не любят называть себя церковью. Они не любят вообще произносить слово Иисуса. Это правда, я говорю, Бог свидетель. Это большая беда. Многие не верят, что Иисус есть Господь. Мне лицо говорят, что евреям Иисус не нужен в мессианских общинах. Не здесь. В русские, в русскоязычных общинах. И эта беда не только в русскоязычных общинах Америки. Это началось с американских общин. Плюс на Украине, в России есть немало общин, мессианских общин, которые считают, что Иисус вообще не Господь. Просто человек, пророк, Бог его избрал, как мусульмане говорят. И евреям не нужен, потому что вот они евреи. Достаточно. Да несчастные это люди, это ересь. Сегодня, к сожалению, мессианские общины отделяют себя от церкви. Так не должно быть. Так не должно. Мы одно дело. Но проблема еще в другом, что вот это немножко национальная черта традиции. Мы евреи, мы лучше знаем, мы правильно поклоняемся. Вот эта слепота неправильно поклоняется. Если уводят Христа, и могут два часа говорить о традициях, и пять минут об Иисусе, и то непонятно, как у них неправильно поклоняются. Напоминает это тебе момент, когда Моисей ушел за скрижалями, а народ еврейский все равно начал лепить себе тельца. Понимаешь, что здесь действительно этот момент, когда истина, когда Бог рядом, и Он видимым образом находится рядом. Как только немножко идет какое-то послабление, евреи сразу как-то идут куда-то в другую сторону. Моментально, знаешь, моментально идут в другую сторону, впадают в какую-то религиозность. Почему это так близко? Вот евреям религиозной составляющей, знаешь, вот лучше будем поклоняться другому Богу, который нам более удобен, выгоден, чем этому Богу, который нас все время как бы наказывает. Хоть и любит, но все время наказывает. Это сложный вопрос, почему это происходит. Я думаю, что здесь один, ну и не то, что вот этот ответ, человек должен родиться свыше, как Господь сказал Никодим, который был все же начальником синагоги, знал книги Библии наизусть. А родиться свыше. Я вижу в этом проблему, что люди просто невозрожденные, даже в мессианских общинах, как они и есть, и просто в церквях люди, но в данном случае мы говорим о мессианских общинах. То есть если человек говорит, что можно спастись без Иисуса Христа только потому, что евреи избраны, в чем избранность? Во-первых, я всегда хочу спрашивать, в чем избранность? Чтобы он служил, он послужил для других, наоборот, больше бы работал. В этом избранность. Было неправильное понимание избранности, привело народ к этой трагедии. И сегодня мы это видим. То есть люди невозрожденные. Люди больше любят похлопать, я не знаю, потанцевать, получить какой-то кул, я не знаю, энергию такую эмоциональную через прославление. Но как Иисус, вот как Господь, чтобы прийти, действительно увидеть себя, в предыдущем Слово покаяться, поклониться Господу, смириться при Нем, нету этого. Но сейчас это одинаково как в мессианских общинах, так и в церквях. То же самое часто это происходит. Я, как уже сказал, если коснуться мессианских общин, проблема, именно вопрос вот сейчас Иисуса, и проблема в том, что традиции, национальная составляющая, она превосходит вообще понимание сути учения Господня, то есть Слова Господня. То есть вот мы евреи, значит, вот нам дано, у нас есть свои традиции, но всегда, я всегда говорю, если Христос ставится на втором или, я не знаю, третьем месте, лучше уходить, не быть в этих общинах. То есть если мы видим, что больше акцент идётся на традиции, акцент ведётся на... религиозности, но не на Господе, то есть мы называем по-английски это exalted Christ, то есть не возвеличивается Христос, то я, Бог знает, то есть я бы не был бы в этой общине. Ну вот удивительно, Игорь, вот да, вот мы говорим об этом, да, казалось бы, для чего церковь, да, казалось бы, неужели для каких-то вот традиционных таких вот исполнений, знаешь, вот каких-то обрядов, да, традиций народности, ну это же очень как бы примитивное такое вот служение, знаешь, такое примитивное как бы понимание вот чего-то, да, когда имеет составляющая именно вот такая, как дух, душа, тело, знаешь, вот эта вот составляющая именно связи с Богом, да, ведь это намного вот гораздо выше вот понимание этого и твоё состояние именно вот общения с Богом, да, когда ты на истинном уровне находишься, а не когда просто ты вот лбом бьёшься о пол, и чем больнее ударился, тем, как говорится, лучше послужил и как бы нагляднее, для остальных я ударился сильнее или пожертвовал там больше денег, чем кто-либо другой. Вот почему сегодня вот именно всё больше и больше, я даже не говорю, что это вот в еврейской там какой-то даже составляющей, да, вот традициях, это сегодня в христианстве происходит, происходит то, что мы всё больше скатываемся в какую-то религиозность, какое-то поклонение, и нам это кажется гораздо удобнее. И, казалось бы, да, вот сегодня история, сегодня пишется история, да, мы видим то, что происходит в Израиле, мы видим то, что происходит на Востоке, и мы видим, что Писание, по сути, исполняется на наших глазах, и мы в то же время понимаем, что надо вот духовно быть готовыми для встречи с Господом, и мы в то же время вот этим пренебрегаем и идём именно вот этим путём религии. Вы правильно сказали, гораздо удобнее, люди не хотят жить с Господом и в Господе, вот в этом вся и проблема, люди не хотят, им нравится больше этот мир, вот в этом вся и проблема, даже люди, которые в церквях, им больше, люди по-разному приходят в церковь, многие приходят, как я уже сказал, что получить такой эмоциональный топпинг, им нравится музыкальное служение, как театр, я не знаю, на концерт, то есть поклонение полностью не соответствует тому, что Писание говорит, как поклонялись действительно люди Божьи. И не хочу сейчас критиковать никакую форму служения, но так оно и есть. Единственная причина в том, что людям нравится просто этот мир больше. Они не хотят жить в Господе, потому что жить в Господе – это жертва. Это действительно жертвенность. Иисус сказал, помните, если хотите следовать за Мною, отвергните себя, возьмите крест, последуй за Мною. То есть это жертвенная жизнь в Христе, потому что если ты христианин, даже в Америке ты будешь гоним. Пускай, даже здесь еще нас не убивают, бить, вот я говорю, нас уже начали. Но я знаю тебя там, кстати, уже несколько раз есть ролики в Ютьюбе, хочу сказать, что интересных роликов, как на тебя нападают. И это действительно, знаешь, это вот сейчас мы с тобой смеемся, да, это смешно, но это вот кто понимает, да, кто знает, насколько это опасно. Потому что ведь окружение, где ты находишься, где ты служишь, не всегда бывают психически нормальные люди, которые действительно могут адекватно воспринимать. Есть очень много людей, которые вот то, что мы говорим, это духовная война, духовная составляющая, когда человек, не ведая того, он не понимает, что он делает. Да, просто это действительно, ну, вот Слово Божие вызывает в людях какую-то вот такую наждебность. Когда кто-то делает что-то для Господа, всегда будут препятствия. Им понятно, что мир, он не изменился. Как он ненавидел нашего Господа, так он будет ненавидеть и будет ненавидеть его учеников. Но я хочу вернуться, я хочу сказать, что единственная проблема, которая, это вот гордость и высокомерие многих людей. Я сейчас говорю просто о состоянии церкви, к сожалению, да, вот, заигрывание с миром. Оно всё есть, к сожалению. Вот время, много говорят, в последнее время. Да, действительно, в последнее время. И Писание об этом тоже говорит. То есть нельзя заигрывать с этим миром, потерять, поражение. Ни в коем случае, ни в коем случае. Здесь послабление, там послабление. Некоторые мне говорят, а вот есть такие строгие церкви, строгие церкви, там так. Так, я так, знаете, пришёл к тому, что как хорошо, что есть строгие церкви, если так сказать. Как хорошо, что есть действительно строгие церкви. Да, конечно, здесь нужен правильный баланс в каком плане? То есть по Писанию. Потому что нужно иметь любовь. Многие говорят о любви даже в строгих церквях, но её не умеют. Это тоже такое есть. Это тоже такое есть. Да, но всё же строгие остаётся в том, что дьявол через многие уловки уводит людей. И оно так, оно есть. Через заигрывание с этим миром, через любовь к этому миру, оно есть, к сожалению. Но договорите. Ну да, я вот ещё хотел сказать, что, знаете, Игорь, то, что сегодня происходит, не знаю, как вы, но я обращаю внимание, что всё больше и больше церквей стали, как вам сказать, во главе церкви приходят люди, которые ставят не Иисуса Христа центром, а своё служение, своё я, своё эго. И вот часто того не обращая, люди идут сегодня в церковь не ради того, чтобы услышать и почувствовать проповедь, чтобы что-то очистилось, а послушать хорошего спикера. Послушать человека, который делает, вот знаете, я смотрю... Интересные проповеди. Да, интересные. Нет, но он не то, что проповеди, он рейтинги себе собирает, знаете, он рейтинги собирает себе. Сегодня же социальные сети очень развитые, да. Сегодня очень легко себе рейтинги собрать вот красивым словом, да, красивым изречением, красивой обстановкой подачи материала. Очень множество технологий существует, да, которые действительно сегодня взяты на вооружение многими проповедниками. И вот действительно эта опасность, которая именно сегодня приходит в наши церкви, что люди идут послушать, знаете, вот как в Риме, да, это было вот ораторское искусство, как говорит один, другой. Вот сегодня вот то, что и вы говорите, да, Игорь, вот расхолаживание в церкви посолит. Да, именно вот ораторское искусство, как вы сказали. Да, да. Оно есть, оно есть. Это опять-таки один из признаков последнего времени. И так же, это так написано, оно так есть. Ничего с этим не сделаешь. Что я думаю по этому поводу? Я не знаю, человек должен просто иметь персональное отношение с Господом. И он должен исследовать свое сердце каждый день. Каждый день. Но здесь без Божьей благодати и милости, это невозможно. То есть, участие Господним в первую очередь. Но Господь дал нам мыслить, Господь дал нам возможности просить и милости, и мудрости. И мы должны быть очень осторожны. Но как и люди, конечно, подвергаемся разным искушениям и так далее. Но надо борствовать. Надо борствовать. Легко? Конечно, нелегко. Но надо. Надо приложить усилия. Потому что это, как сказано, с Царством Божьим усилием берется. Нужно прилагать усилия. То есть, пребывать в Господе. Размышлять. После этого будет прекрасно. Вот поститься. Ну, правильно поститься. То есть... Не ради того, чтобы похудеть, да? Вот вы смотрите, я похудел, говорят, два раза похудел. Я хочу вам сказать, что уединяться. Тяжело, Дениса, чтобы ни на телефоне не быть, ни на компьютере не быть. Это действительно очень важно. Очень важно. Тяжело. Телефон, компьютер, все равно отвечаешь. Но да, мы можем оправдываться. Жизнь, работа. Но все равно все же открывать свое сердце для Господа. Хотя бы, ну, вот, все же приходить к нему. Это полезная очень практика. Полезная. Но должна быть цель. Должна быть цель. Игорь, пост. Вот действительно серьезная тема. Очень серьезная тема. Смысл поста. Это духовный смысл. Вот в чем, вот как ты понимаешь смысл поста. Вот люди часто просто, знаешь, ставят себе, ну, какой-то день поститься. Вот. Но вот эта связь с Богом, вот насколько она должна быть постоянная. Как она переживается. Как ты чувствуешь, вот что Бог рядом с тобой, вот эту вот связь взаимную, знаешь, с Богом в эти моменты. Вот как ты это объясняешь? Ну, я считаю, что это свидетельство Духа Святого. То есть я в своей жизни не то, чтобы преувеличивать или о себе что-то думать. Там, естественно, не рассмышлять о себе больше, чем есть. Но я всегда… Пост – это крик души? Что это такое пост? Ну, я всегда, вот я чувствую, когда Господь, то есть я вижу Его руки, я чувствую Его милость. Но вот насчет поста, допустим, да, пост даже, он как бы прочищает тебя. Он очищает тебя. Но должна быть цель. То есть цели могут быть разные. Иногда люди постятся, вот какая-то нужда есть. Ну, вот я хочу еще раз отметить, да, пост – это крик к Богу, да? Это вот что это такое пост? Можно сказать, что да. Это крик, вот такое, знаешь, вот Божье услышание, да? Это и крик, это и твое смирение. Ты от чего-то откажешься. В данном случае мы говорим, это от еды, но это не совсем от еды. То есть когда ты идешь на пост, это и есть даже и поклонение, и сокрушение. Это твое, как бы, смирение пред Богом. Но есть цель, есть определенная цель, чтобы услышать и даже увидеть ответ Господень, не услышать Его голос, но только через смирение и понимание, кто есть Господь, а кто есть ты. Пост, как я уже сказал, он даже прочищает, он очищает тебя, чтобы ты мог увидеть себя и через пост, и свою нужду в Боге. Увидеть себя, как человека немчатого, несовершенного, и действительно смириться перед Богом. Нам с тобой известно обоим такой интересный человек, как Егор Железный. Мне интересно, понравилось в одном выражении, когда он сказал, что наивысшая точка вот этого состояния, он очень так это резко выразился. Это состояние вот именно, типа вот как такого, я даже не могу это сказать, мне очень сложно это выразить, но он это сравнил с сексуальным таким вот, вот, знаешь, вот ощущением, да? Он говорит, вот… Это пост, он сравнивает пост? Это такая точка, когда вот именно он находится с Богом, знаешь, в общении. Вот именно он так выразился, знаешь, я удивился, думаю, неужели такое возможно вот именно в понимании, знаешь, вот в состоянии с Богом, но не в том смысле, да, как мы понимаем человеческом, да? Это другой смысл, знаешь, совсем другой. Это высший смысл блаженства, общения с Богом, но он его сравнивает, да, что оно подобно этому, но это не то понятие, да? Понятно. Вот то, что мы говорим, да, не всё в Библии мы можем понять, потому что есть какие-то аналогии, но они не значат, что это именно так. Да. Понимаешь, вот ты такого доходил когда-то? У тебя было такое? Про светление. Нет, здесь сказать так честно, пока ещё нет, хоть и я стараюсь три дня в неделю, как бы, как бы среда, пятница, воскресенье – это мои дни. Но я хочу сказать, что действительно оно как просветление, ну, вот, допустим, если взять такую аналогию, вот, когда человек не думает о Господе, да, Господь может его на больничную койку положить. Для его же благ. Он может взять ножницы и подрезать, как виноград. Для его же благ. Когда нам всё хорошо, мы как бы, ну, всё хорошо. А вот когда болезнь приходит, мы как-то, у нас больше как бы глаза открываются, мы начинаем размышлять о Господе Божьем, как бы больше тянуться. Правда, когда Господь даёт исцеление, мы потом, к сожалению, часто забываем, нельзя это делать. То есть, что я хочу сказать, что как бы больше взор стремляется к Господу, к духовному. То же самое и пост здесь, немножко другое, но ты сам как бы целенаправленный, ты приходишь, чтобы соединиться с Господом, то есть увидеть его действительно волю и иметь желание исполнять. Не просто искать, но исполнять её, понимать, что надо исполнять волю Божью. Надо исполнять Божью заповедь. И пост в этом плане также помогает. Хотя я сказал, что разные есть цели, но суть опять-таки действительно соединиться с Господом и иметь контакт с Ним. К сожалению, время нашего эфира уже подходит своему концу. Быстро я, да. Егор, вернее, это, Игорь, я извиняюсь, вспомнил Егора, да, конечно же... Да, Егор, брат благословенный, пусть Бог благословит его. Да, пусть его Господь благословит, это действительно благословенный брат. Да. Игорь, ну, конечно же, желаем тебе Божьего благословения, да, в твоём труде. Я знаю, очень трудный труд ты избрал себе. Трудный. Очень-очень тяжёлый труд, потому что... Ну, благословенный, я благословенный. Это не труд вот сидеть на скамейке где-то, да, или вот сказать проповедь в тёплом помещении, это проповедовать на улицах, это идти куда-то, вот те места, где люди находятся совершенно неверующие, более того, даже враждебно настроенные. Только, практически только неверующие, это улицы, аэропорта, госпиталя, дома престарелых, публичное персональное служение, магазины, молы. Это, как я, мы следуем, во-первых, иудеи в равной степени всем. То есть это разные места. Это бывает, не бывает, а сотни людей каждый месяц мы проходим. Также распространяем Библии на разных языках в подарок людям, которые хотят читать на своём языке, потому что мы встречаем людей разного происхождения. И так как мы верим, что вера от слышания слова Господа, сегодня, и я просто хочу сказать ещё, брат Игорь, что вот у нас имеется веб-сайт, battlemessianic.org, имеется канал на YouTube, это Battle Bible Russian Messianic Ministries, и каждый месяц мы также пишем письма о служении. Ну, если Игорь Багиров набрать в YouTube, это уже, наверное... Да, я думаю, что найдут, но лучше, наверное, Battle, я не знаю, я не пробовал, не набирал. На Google найдут нас, Игорь Багиров, а вот на YouTube просто Battle Bible Russian Messianic Ministries. Если кто-то хочет подписаться на наши молитвенные письма о служении, ежемесячно мы рассылаем, имел очень лёгкий, pastorigorbattle.com, если Бог расположит молиться, может быть, поддержать и стать частью этого служения, в поддержке молитвенной, в первую очередь, может быть, и финансовой, мы будем рады также и этой помощью, в первую очередь, молитвенной, что служение у нас, как миссия, мы очень маленькое, но мы очень благословены, что Господь продолжает посылать многое существовало людей в нашу жизнь, чтобы мы могли, опять-таки, это милость Божия и наше благословение, поделиться доброй вести с этими людьми. Бог в помощь вам, да. Слава Богу, да. Уважаемые телезрители, вот сегодня вы познакомились с ещё одним служителем, который служит Богу. На отдельном поле миссианском, миссионерском. И этих полей очень много. Много полей, где нужно сегодня трудиться. И это действительно так. И эти люди требуют, конечно, им требуется ваша поддержка, молитвенная поддержка, финансовая поддержка. Хотелось бы, чтобы вы, конечно же, это делали и понимали, что где-то кто-то трудится, благодаря вашему, может быть, небольшому пожертвованию, где-то Слово Божье достигает каких-то сердец, где-то вот это самое зерно, о котором говорил Христос, сеется и падает. Может быть, некоторые падают на почву, которые не принимают, но некоторые падают на почву, которые всё равно вот когда-то взрастит этот самый росточек и пойдёт, пробьёт его через этот бетонный, может быть, даже стену или вот дорожку, да, и выйдет плодом. Поэтому надо молиться о таких людях, надо действительно понимать это служение. Надеюсь, что вы это всё понимаете, и сегодня, выслушав и посмотрев эту программу, вы помолитесь и подумайте о том, в какое время вы живёте. Да благословит вас Господь и да хранит вас на всех дорогах ваших. Спасибо и до свидания.